Бытие, глава двадцать восьмая И да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе, и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, который Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вафуила, Арамиянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и, заповедав ему, заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей хананских, И что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию, и увидел Исав, что дочери хананские неугодны Исааку, отцу его, И пошел Исав к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Нава-иофу, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харран, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полудню, и благословятся в Тебе и в семье Твоем все племена земные. И вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в эту землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно это место, это не иное что, как Дом Божий, это врата небесные». И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, Дом Божий. А прежнее имя того города было Луз. И положил Яков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим, и из всего, что Ты, Божий, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Продолжение следует...